Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня на форуме в Грозном познакомился с крупными инвест-проектами Карачаева Черкесии. Представляя экспозицию Карачаева Черкесии, председателю правительства России Рашид Тимрезов рассказал о реализации проектов, включенных в модель экономического развития республики. Премьер-министр внимательно познакомился с проектом по строительству первого аэропорта. Следующий проект развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров входит в модель экономического развития Карачаева Черкесской республики до 2030 года. Реализация проекта идет по заявленному ранее плану. Далее Рашид Тимрезов рассказал премьер-министру о проектах в сфере туризма, в том числе о развитии курорта Архыз, который находится под управлением стратегического инвестора «Горные вершины». Глава региона поблагодарил Михаила Владимировича за поддержку Карачаева Черкесии в вопросах развития экономики и социальной сферы, что, безусловно, поможет в достижении показателей. Рашид Тимрезов принял участие и в заседании правительственной комиссии по вопросам развития СКФО, который провел Михаил Мишустин. Подробно обсудили социально-экономическую ситуацию в федеральном округе, в целом перспективы и задачи, которые предстоит решить, чтобы обеспечить комфортные условия для 10 миллионов человек, проживающих на Северном Кавказе. Михаил Мишустин отметил хорошую динамику развития округа, особенно в сфере обрабатывающей промышленности, туризма и сельского хозяйства. Свою лепту в этот процесс вносит и Карачаева Черкесия. В единый день голосования 8 сентября в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную Думу. В Карачаево-Черкесии запланировано 15 избирательных кампаний разных уровней, в том числе депутатов республиканского парламента. И сегодня в Доме правительства прошла жеребьевка по порядку размещения наименований избирательных объединений в бюллетенях и бесплатного эфирного времени и печатной площади в республиканских СМИ. Подробности у Али Баташева. По правилам проведения жеребьевки каждый кандидат выбирал конверт, вытаскивал содержимое, оглашал номер карточки, который заносился в протокол в присутствии членов комиссии. Партию КПРФ представил Кемал Беддаев, Единую Россию Фатима Мидова, Гражданскую платформу Мария Поставалова, Справедливую Россию Олег Каджаков, партию ЛДПР Александр Чайка. Перед проведением процедуры жеребьевки представители телеканалов ГТРК Крачево-Черкесия и Архиз-24 рассказали об объемах выделяемого бесплатного эфирного времени кандидатам. Общий объем предоставляемого эфирного времени составляет 285 минут для телевидения и точно так же 285 минут для радио. 142,5 минуты отведено для совместных агитационных мероприятий на каждое избирательное объединение. И, соответственно, столько же. Остальная часть 142,5 минуты отведены для роликов. Количество дней для проведения агитации 19. 10% от площади газеты в предвыборный период составляет 11 500 квадратных сантиметров. Соответственно, на каждую партию у нас 5 партий приходится 2300 квадратных сантиметров. О предоставляемой печатной площади рассказали представители печатных изданий на национальных языках. Карачай, Черкеск, Хэку, Нагайда-Высы, Абазашта. Уважаемые представители политических партий, отказов от вас об участии в бесплатном распределении эфирного времени, радиоэфира и бесплатной печатной площади в избирательную комиссию не поступило. Таким образом, вся печатная площадь, которая представлена здесь, и бесплатное эфирное время, которое представлено здесь, будет распределено между вами в равных долях. Также по итогам жеребьевки был установлен порядок очередности кандидатов в депутаты парламента республики в избирательном бюллетене. Под номером 1 партия ЛДПР, номер 2 справедливая Россия, патриоты за правду, номер 3 гражданская платформа, номер 4 единая Россия, номер 5 КПРФ. Процедура прошла без нарушений, замечаний от заинтересованных лиц не поступало. Али Баташи, Фринад Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 17-19, а днем 34-36 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Реализация государственной программы благоустройства территорий дворов стала предметом мониторинга депутатов Городской думы Черкеска, подрядчиков и представителей ЖКХ. Делегация осмотрела дворы в Черкесске по улицам Горького и Кавказской. Подробности у Али Баташева. Теперь надо посмотреть, люди, жильцы задают объективные вопросы. Они идут в адрес мэрии и управления ЖКХ, они идут в адрес управляющей компании или они куда идут. Чтобы мы и другие не оставили без ответов. Регулярные встречи с жильцами многоквартирных домов – часть деятельности депутата. Посмотреть, как проходят работы, пообщаться с жильцами, если возможно, внести необходимые изменения. А когда встречаются сразу все заинтересованные стороны, жильцы, подрядчики, представители ЖКХ, можно эффективнее и легче добиться желаемого результата. Программа благоустройства дворовых территорий действует в республике с 2017 года. Уже наработан опыт взаимодействия власти и граждан. Начиная с согласования с жильцами многоквартирных домов план схем благоустройства дворовых территорий, чтобы там были учтены максимум возможностей мэрии и желания жильцов, собственников многоквартирных домов. Это раз. Второй момент – мы на этапе промежуточном проводим срез для оценки качества и количества проведенных работ. Черкесск, улица Горького, 4. Галина Смородина проживает здесь 6 лет. За несколько месяцев двор преобразился. Появилась детская площадка, установлены новые фонари, бордюры, новая плитка. Но совсем не осталось деревьев. Это вызывает недовольство жильцов. Мы совсем не против, что вот столько сделано работы. Это и детские площадки, конечно, оборудуют и лавочки, и освещение спортивное. Но посмотрите еще на эту мусорку. Это самое страшное место. Мусорные баки от строящейся детской площадки разделены ограждением. Хотя по нормам их должно разделять не менее 25 метров, жалуются жильцы. Срок окончания работ по благоустройству – конец августа. А начались они в конце мая. Подрядчик – компания «Строинвест». Здесь на днях, день-два, тут бригада остановится и полностью укладка асфальта. То есть это планировка полностью, уже окончательная планировочка и укладка асфальтового покрытия. Основным вот это осталось и вот это резиновое покрытие. Фонари уже подключены, в принципе. Мафы установлены. Также делегация посетила дворовые территории, расположенные по адресам домов 26, 38 и 40 по улице Кавказской. По окончанию работ депутаты планируют вновь провести мониторинг дворовых территорий, оценить качество проведенных работ и узнать об этом мнение самих жильцов. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Ежегодно день Ашура приходится на уникальную дату. В этом году он выпал на сегодняшний день. По традиции в этот день поминают пророков и посланников, соблюдают пост, раздают садака, радуют детей и близких, читают Коран и совершают богоугодные дела. Каждый год дома по всему Кавказу наполняются ароматами традиционного наваристого супа из мяса и из лаков. Каждый народ готовит его по-своему. С вариантом черкесского рецепта вас познакомит Фатима Даурова. К подготовке ингредиентов главного блюда праздничного дня Ашура, традиционного супа, который обязательно подаётся гостям, жительница аула Жако Фатима Мамхягова приступила рано утром. Отварила дроблённые зёрна белой кукурузы, отдельно фасоль, выращенную в собственном огороде. И, конечно же, всё это будет заправляться домашним молоком и сметаной, которую наша героиня сама отсепарировала буквально несколько часов назад. Мы же недавно сделали курман из этого. Мы оставляем специально для Ашу. Вот для этого. Это обязательно. Это такой антибут, что мы должны вот это добавить. Не какое-либо мясо, а именно вот. Кстати, обычай добавлять мясо появился после принятия ислама. Старинный рецепт этого супа сотни и сотни лет передаётся из поколения в поколение. У черкесов блюдо символизировало изобилие, достаток, урожай. В него входили практически все известные злаки, которые предки выращивали на полях. Конечно, каждая хозяйка готовит его по-своему. А готовый суп обычно поливают зажаркой из лука, острого перца и паприки. С детства видели, как наши мамы, бабушки готовили. И так пошло и поехало. И сама стала уже бабушкой. А по вкусу получается, как у мамы? Такой же вкус получается? Или вы задобавляете свой свой вкус? Ну, дети говорят, что да, вкусно. А у нас вкус детства мамина, да? Всё равно где-то, где-то. Хозяйка дома Фатимат Мамхягова встречает свою тёзку Фатимат Хапсирокову, которая живёт совсем рядом. Добрососедские отношения поддерживаются в том числе и совместным празднованием особенных дат, радостных событий и моментов в жизни каждой семьи, проживающей на одной улице. Слова женщин, обращённых к Богу в такой светлый день, наполнены надеждой на спокойное будущее. Пусть все, которые ушли на СВО, чтобы они все вернулись живыми и здоровыми, чтобы больше никогда такого не было, чтобы мирное небо над головой было. Аминь. Суп обычно варят в больших порциях, чтобы угостить всех домашних и раздать соседям. Последнюю функцию выполняют самые младшие в семье. Считается, что чем с большим числом поделишься, тем больше будет достатка в доме. Фатима Даурова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. В течение нескольких дней в парке культуры отдыха «Зелёный остров» города Черкеска проходил этнофестиваль калейдосков народов Кавказа. В мероприятии приняли участие артисты и танцевальные коллективы из 11 регионов России. В рамках фестиваля прошли галоконцерты, праздники народной музыки, выставка народных помыслов и ремесел. Репортаж Алихана Лепшокова. Здесь представлена яркая палитра национальных культур нашей необъятной страны. Открылся этнофестиваль калейдоскоп народов Кавказа с галоконцерта, где свои музыкальные композиции представили певцы и творческие коллективы из регионов СКФО и ЮФО. Открывая праздничное мероприятие, министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агирбов подчеркнул важность этого фестиваля, благодаря которому происходит единение различных народов, проживающих на территории России. В этом году у нас отличная возможность провести фестиваль с участием 11 регионов. Более 200 участников. Называется он «Калейдоскоп культур» и позволяет нам не только посмотреть, кто же приехал к нам, а это весь Кавказ, это Краснодарский край, это новые территории. И самое главное, что мы, как республика, имеем возможность показать нашу культуру, наших мастеров. Фестиваль этот проводится у нас второй год, именно вот этот. Но, конечно, в течение года мы проводим уже больше десятка разных крупных мероприятий. Ну, приятно, что это становится хорошей традицией. Разнообразие красочных музыкальных и танцевальных номеров вызывал восторг у зрителей. Также для всех жителей и гостей республики были развернуты выставки, ярмарки мастеров народных помыслов и ремесел, где можно было приобрести понравившиеся работы декоративно-прикладного искусства. Изделия из дерева и железа вызывали особый интерес у людей. Мои работы составляют как большие скульптуры из дерева цельного, также миниатюрные работы, детская игрушка, а также есть уникальная работа, которая сделана именно в бутылке. Там в ней я сейчас могу показать вам. Это работа очень тонкая, она сделана так, чтобы, ну, как я обычно привыкли корабли делать, а мне захотелось что-то национальное. Также участников фестиваля в национальных подворьях познакомили с обычаями, традициями кухни народов Карачева-Черкесии. Это уникальная возможность узнать по лучшей жизни быт народов нашего региона. В подворьях можно было попробовать и аппетитную национальную кухню народов Карачева-Черкесии. Участники этнофестиваля были впечатлены интересной и многообразной программой мероприятия. Также следует отметить, что в программе предусмотрели выездные концерты гостей фестиваля в районные центры республики. Алиханеп Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачева, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Пятая группа крови». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова